Инфляция снизится в благополучии европейских потребителей, рядовых граждан. Ряд новых проектов для молодежи будет запущен на базе платформы «Россия – страна возможностей». Их создание Владимир Путин обсудил сегодня на заседании с членами Наблюдательного совета организации. Президент выслушал и поддержал инициативу участников встречи, победителей многочисленных конкурсов и Олимпиад. За четыре года своего существования платформа расширила перспективы миллионов людей разных поколений. Лилия Акиншина убедилась. Благодаря платформе «Россия – страна возможностей», которая объединяет 26 конкурсов, проектов и Олимпиад, ее участники получили шанс в корне изменить свою жизнь, добиться новых вершин. И теперь, когда страна оказалась в условиях масштабного внешнего давления, они готовы применить полученные опыты знания. Новые проекты, новые идеи, которые без всякого привлечения оказались весьма востребованными сотнями тысяч наших граждан. Я особо хотел бы поблагодарить, конечно, волонтеров за ваше деятельное участие в этой работе. Глава платформы Алексей Комиссаров знает выпускников проекта, а потому уверенно заявляет, в стране появятся новые Менделеевы, Поповы и Кулибины. Ведь новые вызовы – новые возможности. У меня нет никаких сомнений, что мы с любыми сложностями справимся. Знаете, Владимир Владимирович, я сейчас учусь на пилота самолета, и самолет всегда взлетает против ветра. Чем сильнее встречный ветер, тем быстрее и больше высоты может набрать самолет после взлета. Игнат Петухов в 25 лет стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы и получил предложение курировать инвестиционное направление в команде губернатора Оренбуржья. За три года работы удалось поднять регион в рейтинге инвест-привлекательности с 52-го на 16-е место, приступить к созданию особой экономической зоны и начать реализацию более 40 крупных проектов. Игнат Петухов хорошо знает, где взять квалифицированные кадры. Было бы очень здорово, если бы на базе цифровой платформы РСВ было создано кадровое агентство, где талантливые ребята могли бы выстраивать свою карьерную траекторию, искать новую работу. А работодатели региональной администрации, бизнес могли бы находить самых талантливых, интересных людей с горящими глазами, ну и, конечно, настоящих профессионалов своего дела. Конкурс «Лидеры России» реальный такой социальный кадровый лифт оказался. И он действительно нужен стране, и это правильно, это хорошее предложение. И я, честно говоря, удивлен, почему мы сами до этого до сих пор не додумали. Одной из центральных тем заседания стало импортозамещение. И здесь участникам проектов и конкурсов президентской платформы есть что предложить во всех сферах. Дизайнер одежды из Екатеринбурга заверила президента, что фирменный знак «Сделано в России» станет пользоваться спросом не только в стране, но и за ее пределами. И возможностей для создания модных и востребованных брендов сейчас стало больше. В качестве доказательства Инна Королёва подарила президенту куртку собственного производства. Спасибо большое. Вот тот вид деятельности, которым вы занимаетесь, он точно, абсолютно может и должен быть успешным с точки зрения импортозамещения. Если с нашего рынка кто-то уходит, то безусловно, пусто, значит, это место пусто не бывает. И мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место. Уфимец Варат Насхуддинов, победитель конкурса «Мастера гостеприимства» и основатель сети уличных ресторанов национальной кухни, так вкусно разрекламировал традиционные лепешки «Костыбай», что Владимир Путин захотел заказать доставку еды. Мы готовим по рецептам наших бабушек и добавляем уже туда современные начинки. И мы используем только преимущественно локальные продукты. Это очень интересно и вкусно. Так что с удовольствием закажу и... Спасибо, мы привезем. А вы не рассылаете? Нет? Я попрошу там... Ну, пока только продукты рассылаем, но вам нужно на Москву отправить. Не сложно будет сделать, обязательно попробую. Обязательно попробую. Самому младшему участнику проекта «Россия. Страна возможностей» 5 лет, самому старшему 90. Для школьников массовое направление – большая перемена. 12-летняя Диана Красовская вынужденно переехала в Крым 8 лет назад из Луганска. Мне не было и 5 лет. Я очень боялась летящих самолетов и взрывов. Знаете, я до сих пор не люблю воздушные шарики, потому что они громко взрываются. Уже живя в Крыму, она участвовала в запуске акции «Рука помощи» для детей Донбасса, которых эвакуировали в Россию этой весной. По себе знает, как необходима поддержка беженцам. Владимир Путин объяснил, для чего понадобилась спецоперация. Именно трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают. Именно прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь людям, проживающим на Донбассе, нашим людям, проживающим на Донбассе, таким, как ты. И мы будем действовать последовательно, и добьемся положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется, и она будет меняться к лучшему, так же, как это происходило с тобой в твоей жизни в Севастополе. Я верю, что благодаря России наступит мир. Так и будет. Лилия Акиншина, Станислав Курсов, ТВ-центр. Столичные власти выделят в этом году около 200 миллионов рублей на возмещение расходов в Севастополе.